Виталий Нервный смешок И не разделяют Аналитики такой радости Которую испытывали Вы дорогие комментаторы По поводу этой игры Видели этот пик ЕГЭ Решил ты поиграть в одну партейку В папчике Просто заходишь, а тут страшный сон Блотсикер Спиритбрейкер Эмберспирит и еще добавочий минер Просто пик из папчиков Весело Стоит отметить, что игра С Текисом обычно длится гораздо дольше И она как-то больше нацелена на деф На отфармливать какую-нибудь медузу Или другого керри, который фармит Пока враги не могут зайти на хайграунт И сломать вам базу А тут игра за 35 минут закончилась И Текис был агрессивный Так что весьма неплохо Давайте посмотрим, как взрывается Что значит никак? Зали никак не показывается Вот этот момент, супер топовый момент Обратите внимание на игру Сумаила Он увидел, что кто-то взорвался на мини Кто-то невидимый, очевидно И он в невидимого Ротикея попадает Ну как невидимого Там пассивка работала Бладсикера уже на тот момент Я точно Не думаю Да, но мы можем еще раз этот момент посмотреть И там точно работало Блин Блин Это не такой крутой момент Ладно Ну вообще все равно красиво Красиво сыграл Красиво сыграл Красиво сыграл Ауи Ауи сыграл нереально красиво Но вообще мне кажется Дело в том, что китайцы просто поплыли После того, как Текис три раза пришел в мидл И три раза убил там сетевая Все, дальше не было понятно, что делать Тут, кстати, совсем не то показывают комментаторы Наши уважаемые Потому что с Ницей просто Текис ломает уже базу вместе с Линой Ну вот уже даже просто вдвоем Из-за перифарма, созданного благодаря Текису Который поджал просто врагов к базе Уже просто вдвоем разваливают всю команду И база ломается Паника Крики Оры Да Ротикей не знает, в кого бы ворваться уже Потому что ворваться уже не получается Ни в кого Драк не было как таковых 5 на 5 Никаким Его вообще не дали нигде ничего подраться Баунчхантер просто бегал всю игру Купил догон Догон купил зачем-то Вот мы думали Инго Спирита вообще ловить нечем Просто он в пятерях ворвался Раз-раз и ушел Вы знаете, не столько хочется спросить ваше мнение по игре Сколько хочется спросить вас Мнение конкретно по одному герою Это Течис Мы как-то Он вроде бы и был на групповом этапе И в принципе был не так уж и редко Но вот конкретно про этого героя Насколько он уместен реально в доте Вот именно в эфире Многие писали там в блогах, разных в твиттерах Но никто вот в эфире у нас не высказывался по этому поводу Один раз только ребята из комплексти подпортили статистику 7 из 8 игр у Течиса у нас выиграл Андрей, вот ты точно, наверное, нигде Ты, наверное, нигде не высказывал свое мнение про Течиса Именно конкретно твое Что ты думаешь об этом герое? Ну, я, как всегда, попробую ответить двусмысленно Ну, конечно, Течис это герой, который полностью меняет мету игровую Который полностью меняет какую-то конкретную игру, в которой он есть Ну, а с другой стороны, игроки в доту должны быть готовы ко всему Поэтому я не знаю Егор, ты согласен с тем, что Течис в доте хороший герой? Или ему не место в этой игре? Герой-то хороший Но если рассматривать Течиса как героя для того, чтобы брать его на интернешнале Ну, либо вы умеете против него играть Либо вы берете его То есть непонятна логика команд Которые, ну, не все команды умеют с ним играть Но при этом эти же команды, которые не пикают его по каким-то своим причинам Ну, просто решили не тренировать этого героя Они не контрят его То есть мы видим 7 из 8 игр на интернешнале Он выиграл И непонятно сейчас Вот я почему-то уверен, что в следующей карте Во второй стадии точно будет забанен КТекис Но почему-то мне кажется, что ЕГЭ возьмут его в первой просто стадии И что с этим делать, непонятно Просто КТускар, Текис И что с этим делать? Кстати говоря, вот мы тут еще обсуждали такой момент То, что просто-напросто против Текиса Можно взять какой-то лютый пуш И его просто запушить так, что он не успеет ничего нафармить Ну, или он успеет все нафармить и запушит тебя Вот это то, что я хотел сейчас еще добавить Что либо вот так произойдет И законтрить это попытается Либо забанить с первой стадии ЕХОМ Этот самый Текис Либо будет взят жесткий пуш РОТК это умеет Он должен понимать, что такие герои, как Кабадон, Фурион Драгон Найт, Пугна, они контрят этого Текиса Он не успевает набрать свою критическую массу Он будет левел 4, когда уже будет заход на хайграунд Или ломаться вторая Т2 Поэтому вот Он просто войдет в эту толпу и взорвется Два пути Так Абадон, как бы ему пофигу Он щит повесит на того, куда он бежит А потом подлечит И урну кинет Или сам встанет Грудью примет Грудью примет Абадон плюс-минус, когда Течис будет 4 левел, тоже будет 4 левел Даже, возможно, меньше Да нет, но если он будет стоять на дабле от Текису Ну, короче, Текису надо как-то левел набирать Это не самая простая Это и есть основная сложность для Текиса Это набрать начальный левел Потому что стоять на линии, он вообще бесполезный В этом плане ЕГЭ все продумали По сути, они... Блудсикер набрал нужный себе левел и голдишечку, пошел гулять А Течис остался на линии и продолжил фармить Инвизные герои раздражают Течис раздражает просто в десятерне Это как субборт В прошлом я тебе заверяю, что деньги на артефакты, как дасты с N3 Всегда не хочется тратить А он заставляет покупать не только их, а гем По шкале ярости на сколько Течис раздражает? На 11 По шкале ярости на 11? 11 из 3 Господи Иисусе Это когда ломается вот этот шестиугольник у нас Он пропадает Вылезает просто Вылезает куда-то, да Я противник Яры Течиса наравне вот Сауи Яры Яры-Яры Яры-Яры Как смешно По суше, по суше, парни Так, Ярослав продолжает Дело в том, что на мой взгляд, герой Ну вот мы, например, можем сказать Есть у меня Найт герои в доте Там еще есть таких нескольких героев Которые меняют немножко игру То есть против Омни Найта нужно собирать диффузал Или, может быть, брать героя, который как-то будет дисплейтом рэпио Без этого ты, скорее всего, проиграешь Ну и каждый почти герой в доте Он обязывает тебя что-то сделать Специальное Ну это, в общем-то, прелесть доты Что там все Что-то контрит Одни и две герои других Но... Простите, а чему, например, тебя обязывает Бэйн? Взять любого героя, который может забить ему ульт Это да То есть их вообще Или украсть этот ульт, как Рудик Хорошо, извини, что перебил тебя Команда появляется Кто к чему ведет Ярик Есть герои в доте, которые заставляются что-то сделать А есть герои особо мерзкие Особо мерзкие Против которых, ну, как-то не хочется что-то делать У меня на это был пример особо мерзкого героя Но течис, он перекрывает их всех вместе взятых Это герой, который меняет По шкале мерзости сколько? Да он не входит в какие шкалы Он меняет всю игру вообще То есть он, вот есть дота, а есть дота с течисом Это совершенно две разные игры И это само по себе странно Потому что это единственный такой герой в доте Если бы в каждой игре Если бы течисов было бы штук 10 Это не было бы странно Но так как он один Это немножко вызывает вопросы У меня есть вопрос Нет, у меня вопрос, в чем вышел Сумаил Это подушка для сна, что ли? Может быть, хочет спать, ребёнок Сейчас покажем Да, уже время-то не детское В подушке Спокойка закончилась Да, точно Можем так удобнее играть Откидываться на креслице, как в самолёте Вот эту подушечку, вот смотри Да-да-да, это она самая Может ему удобно Может у неё там шея побаливает Я минуту думал над этим Отдыхает, может, в алтаре на подушке И был озадачен этим вопросом Больше, чем появлением течиса В профессиональной доте Мне кажется, что Забанит тихома в первой стадии Против ЕГЭ он в групповом этапе банили На первую стадию течиса Был такое вроде Или ЕГЭ, или Сикрета Сейчас ответный респект бан будет Сейчас будет Виверна Сейчас будет течис И лишь врачок-то может быть появится Наконец-то И кто-нибудь так на нём опозорит Сейчас практически что-нибудь 0.10 Или как-нибудь так получится Открытие дна Саппортом Открытие дна С диаболиками, которые влетает в шторм Просто с болл лайкинга убивает Он реально пролетает просто И этот шторчок отваливает Тысячка залетает И там умирает Я почему-то уверен, что Ротякей пойдёт по другому пути Он не будет бани течиса А если будет течис Он действительно его запушит И что-то там не говорит Течис это герой, который очень слаб Первые минуты игры Если ты вот давишь Не даёшь ему никого взрывать лишний раз Он ничего не может То, что он зайдёт и взорвёт там толпу Ну это похоже на сюрреализм Потому что он очень медленный Самый медленный герой в доте Который ни до кого не может дойти Элементарно А чтобы нанести конкретно много демэджа Весь 70 Чтобы нанести реально много урона Нужно взорваться вплотную к человеку А соответственно Когда течис просто бежит Как-то на толпу людей Они начинают разбегаться Кайтить его Или просто убивают Или ему приходится взорваться как-то далеко В общем пуш работает против течис Очень хорошо Слушайте А как вам течис с дезолятором и медалькой? Так, продолжай Я помню, что суицид это физический урон Который нанесет 1150 урона Я думаю, что новая метода должна быть Это дазл Дарксир Течис Когда все под вивом Секунд 30 Очень недурно Потом стягивать Ну и Тинни Запасной игрок Шестой просто Кидает течисы Добро пожаловать на шестой интернешнл Будет именно так Хорош, давай Шестой интернешнл Наш Страта уже есть Да, вот и стратегии подъехали В принципе Надеюсь, я никогда этого не увижу Ну почему? Ну потому что Не говори Гоп Как говорится Никогда не говори Нет Как бы Возможностям в жизни Ты говоришь нет Будь позитивным человеком Всегда говори да Смотрел такой фильм С Джимом Кэрри Отличное кино Видел Но сейчас мы не обсуждаем кино Мы обсуждаем доту И у нас тут просто развиваются такие страсти Такой накал Как не во всех фильмах, кстати Не во всех На шестом интернете Ты не увидишь вот эту вот страту в двух случаях Либо если течис пофиксит Либо если ты ослепнешь Потому что люди дойдут до того Что течис имба И будут брать его всегда Я думаю, что его будут немножко Может быть менять Какой-то реворк делать Может, твои сцены уберут На самом деле По факту Можно по-разному думать Айсфрок и его команда Очень прикольно фиксит героев Например, когда был Тинкер Очень сильный Предлагали разные вещи Например, чтобы он не рефрешил Тревела ультом Еще что-то Айсфрок пофиксил просто одну простую вещь Тинкер больше не может фармить эншентов И Тинкер моментально стал просто балансным героем Не только Ему еще Этериал сделали, что летит Это тоже очень важно Это уже в последствии было Это его затронуло Это в этом же патче прям было Это был один патч, который сказал Тинкер, а ты не игрок Тем временем Течес все-таки в бане На первую его банку Слабак Так что Течеса тоже надо как-то реворкнуть Как минимум суицид его Нечестный скил Вот это Ваня, лови Лешрака Самое главное Я вижу, как ЕГЭ банят Лешрака Винтер, Виверна Нет, они могут не банить Винтер, Виверну Потому что, я думаю, вряд ли Ихома возьмут Винтер, Виверну на ферст пик Они просто заберут Не возьмут Лину на ферст пик Они заберут ее сами Лина берут ЕГЭ Вот на ферст пик Вот он сейчас думает Заберут ли или не заберут Винтер, Виверна ДС или Винтер, Виверна Что нужно больше Ротикею для победы Как вы вернуете Мне тоже кажется, что Виктор Более перспективный пик Просто ЕГЭ, мне кажется, сами В первой стадии На второй пик Вот и возьмут ДС Если оставят БХДС Чтобы не оставлять Я почти уверен Ну, что-то такое, да Хотя нет, БХДС О, все Винтер, Вайверн, ферст пик Может быть, коп ДС Ну, коп вообще не брали Лина ДС У меня есть подозрение Это ближе Баунтихантер и Лина, мне кажется Что-то из этой серии будет Что если ДС сейчас заберут ЕГЭ ЕХОМу могут сразу ответить Фениксам Могут ответить Фениксам Могут ответить Клокверкам Дарксир уже в пик Одна из наших комбинаций, так сказать Была пикнута Но это логично Чувствуем, чувствуем Чувствуем, как никогда эту игру Ну и чё, кто? Линка? Чё, кто, куда? Чё, кого? Линка, линка Да сейчас можно открывать уже одного из керри В принципе, не проблема Лайнсера? Нет, почему? Вы можете сэфа Ранновато для лайнсера, я думаю Я думаю, что, да, для сетевая можно не стесняться брать героя Или шторма прям сразу собирать Шторма, ну да-да-да Тут герой не особо его беспокоит На самом деле Просто БХ-то беспокоит БХ-то уже Когда приходит БХ-то БХ-то дает ему тысячечку Штормспирит ставит ремнант Дает ему в лицо И, собственно говоря Чувствуем, чувствуем Ну, аналитика высочайшего уровня Не будем забывать об этом, ребята Точно И лучше, чем комментаторы Ну, это бесспорный факт Когда Винтер Виверна приходит и помогает Штормспириту Или любому другому герою в миде Баунчхайтер уже там не котируется Виверна прогоняет туда всех Заплевывает Если что, потом Колденбрейсы кидает чуть попозже Постоянно лечит И, да С такой защитой можно брать любого персонажа Так, Лина отправляется в баню На месте ЕГ сейчас каких-нибудь суппортов Банил бы сигнатурных и хомов Просто керри можно и поднабрать любого А вот суппорты Они и в Африке суппорты Луна Вот, вот, вот Луна, Луна, Луна Это интересно Интересненько Луна, кстати, патурный суппорт Виктором Виверном, мне кажется Сильный довольный персонаж Как раз-таки у нее есть Большая уязвимость к физическому урону Как и у всех, наверное, героев И Виктор Виверном Это контрит Или не контрит Или контрит Вы знаете Приятный, когда есть два варианта Так, а всегда есть два варианта Давай Либо да, либо нет Андрей, а ты чаще выбираешь Да или нет? Я стараюсь сбалансировать Чтобы было не так Ну, это же не аналитика меня Иван Ты постоянно сомневаешься Что ты выбираешь А потом жалеешь А я думаю, многие хотели бы аналитику тебя Но действительно Я даже Андрюху представляю Какие-нибудь выборы Я говорю да Или нет Рекламная кампания от Мобстера С речью Но он же у нас политик Он политик вообще Призадумались Что-то над четвертым баном Электронный дом Не хотел бы я быть человеком После шутки Которого начинается обильное молчание Обычно такие жирные шутки От тебя идут С почином, Ярик Мы-то с Ваньком уже не первый раз Мы-то привыкли к такому Так, подождите Так я не по всем шуткам Ну и хоум Электронный дом Они так Ооо Шутка, которая не шутка Ладно, ладно, ладно Ребята Ладно, я понимаю Долго-долго работаем уже Все кажется смешным Но это не было смешно Это вообще Я не пытался даже От твоей шутки Знаешь, что произошло? Что? Знаю Ну бывает Ничего Все хорошо Так, все-таки забанили квапун Queen of Pain В бане уезжает Тут их Ну все правильно Все правильно Надо лишать Сумаила и его героев Но однако Эмбер Спирит Все еще здесь Сумаил уже на этом Эмбер Спирит Показал такой перформанс За два дня Он у нас Забегает чуть вперед Стал лучшим игроком Эмбер Спирит Прошлого дня И он там Играл за игру На Эмбер Спирит Там просто Божественное исполнение Они сейчас думают Наверное Какого-нибудь Леона может Подубрать Что-нибудь из этой серии Как раз забрать Эмбер Спирит В третий пик Антимага даже Ну и забирай Керри Если ты банишь Антимага Ну да Мидер Эмбер Спирит Эмбер 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 Ну да Нет Учитывая что у них есть Баунти Хантер Можно брать Хоть что Эмбер Спирит Будет конечно Немножко Против Шторма Там Просетать Но При поддержке Баунти Хантер Может через ДК Сыгранут Нет Этот герой хорош чем Когда есть Винтера Виверна Она не дает бить по одной цели А Эмберу без разницы Он бьет по всем целям Поэтому Винтера Виверна Становится такая Более Юзлс Это как в случае С Абадоном Если Он лечит одного А урон По ОЕ Всех он не отлечит Я ухмыльнулся Потому что ты Каждую игру Хочешь видеть ДК Просто вот Каждая карта Может ДК Может Ну сейчас Может ДК Но рано или поздно Рано или поздно Он будет Егор Как и Пугна Я обещаю тебе ДК Скоро он будет Возможно в этой игре В этой игре он правда Нам не может зайти Каждый раз Когда говорю Хороший ДК Он везде хороший Можно собрать Рубика Тоже неплохо Против Винтера Виверна Ой кстати Рубик Кстати неплохо Потому что можно украсть Винтера Виверна Ее очень полезно Там Рубик и БХ Ты понимаешь что придется играть Ну возможно БХ пойдет на сложно Тогда Юниверс А ППД на Рубике А чем плохо играть БХ Суппорт И Рубик Суппорт Что ППД не исполнит Не исполнит на Рубике Может и исполнит Но не встречал его на Рубике Это да Это такое бывает Что-то мне кажется Что ППД может исполнить На Баунти Хантри На самом деле Спокойно Так как он стратег Он гейн Естественно он должен понимать Прекрасно понимает Как играется В это все дело Я думаю Норд берет Спритбрекер Такой еще Попроще вариантик Ну вот он на нем и будет Он на нем в той игре играл Ой какой Какой Очень агрессивно Направленный На Овны и Чмеда Пик Это им надо дополнить Чем-то Чем-то еще Таким да Может быть Пака Увидим первый раз За тысячу лет В Доте Ну мы видели его в группе Когда я сказал Что будет хороший Пак По-моему Опять же Вся эта агрессия Трех героев в миде Она будет Законтрена Винцерзем Виверной Ну Не скажи Что прям Законтрена Можно Трех Трех уже тяжелее Законтрет Не факт Что их главная цель Просто бежать Нон-стоп в мид Но тем не менее Там будет очень опасно Конечно Эти все мальчики Бьют с руку У них в принципе Других заклинаний нет Что у Баунти Хантера Что у Передбрекера Поэтому Один Колдембрейс Легко Законтрет Ганг Мич доктор Против двух милишников Вообще хороший пик Как ни крути Лунато в бане Да В бане Мне кажется Можем мы Стать свидетелем Пика какого-то Джиггернаута Джиггернаута Для Егэн Джиггернаута Для Ехом Нет Егэн Егэн Слишком много милишников Егэн должны набирать Каких-то оранжевиков Ну или Эмбера Потому что он хоть и милишник Но как бы Такой он себе милишник Я чувствую Регимаров в этой игре Я не видел СФа еще В бане Рано или поздно Он появится Чему бы не СФ Для Самуила Рикимару Рикимару в этой игре От меня Ну просто Рикимару С суппортами Ну нет Тут Бонтихантер Скорее всего Либо Баратрум Либо Бонтихантер Пойдут все-таки В тяжелую Реально Хирурга не хватает Доте Он пропал из нее Хирург со Скальпелем Ох ты Какой интересный персонаж Для Самуализа Проигрывает Доту Насколько я слышал Последний раз Когда я на этом Тонешне Самуил играл На Виндранерке Он вообще Без малейшего труда Выиграл просто В Соляночь игру Соляндр Соляндр Ноль помощи Ну там Челик на ВР Просто размотал серж Там Фантом Лайнсер Залетает Она была взята Чтобы ее в миде Не гоняли Квапа плюс БХ Под дерево Но здесь она была взята Квапа Ощущение Что Просто В группе Потому что Она может И она сильна Ну очень Она сильна Она сильна в начале Бонтихантер Хочет видеть таких героев В его команде Которые сильны в начале Милишника Три милишника Шторм Витя Доктор Феникс Прям идеальная комбинация Причем Причем они Фениксы и Виверны Играли против секретов И успешно играли Да точно Это 100% Заранее Заранее С парнем Ответ Ответ Возможно Возникшие У кого-то Вопросы Нет Ульт-ВР Не работает На яйцо Не работает В самом начале Вопросов не было Возможно Зрители интересуют Мы же все-таки Как бы не с друг С другом Так-то общаемся Вообще А вот Урса Урса Которая сейчас заедет Ихирург Уже на Феникса Того Ну Урса На самом деле Это вообще сумасшествие Но мне это нравится Потому что Ими патч Дарксир Баунти Хантер Спирит Брейкер Это именно те самые герои Которых любит Урса Просто вот эти Мужики Ораво набегают Под треком Под Спирит Брейкером И просто Всех там Начинают Урсить У меня есть Смелая теория Что Урса Это женщина Это как пугана Женщина Довольно смело Очень Ну пока все герои Смотрят направо Кроме Лансера А как ты можешь Это обосновать Ну Урса Она моя Не знаю Урса Урса То есть Саша Да Она моя Урса Ну все Тихо Хочу женщину Урсу Разор Понятно Разор Для Ивл Джинеса Тоже смотрит направо Все смотрят направо Ну и опять олет На свою команду Хочу Феникса Он говорит Нет Не бегай Феникса Ну ребят Феникс идеален Я ни на ком не умею Кроме Феникс Единственное конечно Что там все очень быстрые Спиритбрекер Сауры Бх Треки Тарксир И могут все убегать Как бы из этого яйца Кто-то будет вультибимерно просто Кто-то не убежит Кто-то будет стоять в банках Кто-то будет стоять в притяжке шторма Контроля хватает Замедляется штормом Ну это прям Да И вот эта винтер верно плюется уже Там замедляет Лучше Лучше Феникса Не придумать Вполне возможно Что он в голове держит именно этот вариант Не очень Вообще не очень Арбуза не снять Разор в него Ну разор это Это Феникс Ну это Это был досрочный ответ Адпуза на таков К кульминации подходит противостояние Evil Geniuses против E-Home Третья решающая карта Победитель оказывается минимум в топ-3 Проигравший падает в сетку лозеров Виталий, Дмитрий Вам слово Спасибо огромное Иван Вы ведущий К вам нет претензий Мы здесь в шикарном настроении Потому что